Рисование песком появлялось тут-тут-тут-там в течение последних несколько столетий. В современном мире это занятие прославил венгерский художник Ферен Цако, который увлекался песочной мультипликацией. Этот вид искусства стремительно набирает популярность в Китае с 2009 года. О том, как рисуют песком и взрослые, и дети провинции Шаньси, в материале далее. Восьмилетняя Ван Чан уже два года ходит заниматься рисованием песком и созданию анимации в специальную студию в городе Тайюань на севере Китая. Сегодня девочка может сама делать работы с нуля. Мне кажется, рисование песком делает картинку живой. Это не просто рисунок на бумаге. Мне это очень нравится. Учителя маленькой Чан зовут Мэн Ифан. За последние три года женщина обучила технике песочного искусства примерно 50 детей. Я очень люблю преподавать. Мы все играли с песком, когда были детьми. А здесь мои ученики могут дать волю воображению. Таким образом они расслабляются и чувствуют себя счастливыми. В последнее время появляется все больше желающих научиться песочной мультипликации, поэтому детскую студию в Тайюань будут расширять. Вместе с тем активно открываются подобные художественные школы для взрослых, где каждый преподаватель способен обучить по 100 человек в год. Все больше жителей Китая узнают об этом в виде искусства. Оно подходит ко многим случаям. Красивые мультфильмы делают и показывают во время корпоративов свадеб или дней рождения. Кроме того, относительно новый для Китая вид мультипликации взяли на вооружение некоторые профессиональные художники. С помощью песка они повествуют об истории Китая как своим соотечественникам, так и зарубежной аудитории.